Из окон Валентины Корецкой в доме номер 126 на улице Фрунзе теперь видны молоденькие липы. Женщина с нетерпением ждёт весны, чтобы наслаждаться ароматом. Уже в апреле высаженные сейчас деревья начнут цвести. Липа, она полезная, да даже как патагонная. Взять это и чайок заварить. Когда откроешь окошко весной, и очень хорошо, аромат. Чем больше в городе деревьев, тем больше свежего воздуха и красоты. Городские службы проводят замену старых крупномеров на новые. Как на площади Куйбышева спиленные в начале лета аварийные деревья, по поручению главы Самара Олега Фурсова заменили молодыми елями. Чтобы растения прижились, нужна забота, глубокие лунки и хорошая земля. Мешковины для того, чтобы не рассыпался ком. Мешковина в земле потом сгнивает. Поливаем до определенного, чтобы вода стояла в лунке. Это липочки у нас, 2,20. Возраст им 8-10 лет. Потом мы привязываем колли, чтобы они за зиму не падали, от снега не поломались. Чтобы 80 лип пережили грядущую зиму, работники спецремстройзеленхоза будут ухаживать за деревьями вплоть до схода снега весной. Экологическая польза от деревьев, сами знаете, очень большая, конечно. Достаточно много выделяет кислорода. Липа вообще дерево красивое, хорошо цветет, запах очень от нее хороший. И крона достаточно большая, густая. За эту осень во всех районах Самары появится 717 новых деревьев – березы, туй, рябины, ивы. В исторической части Самары компанию липом на фрунзе составят каштаны на Ленинградской и вязы на Куйбышево. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. Марьяна Мирная, Станислав Левин.